Уважаемые коллеги, мой приезд связан с тем, что сейчас в Министерстве по чрезвычайным ситуациям организована работа по комплексному обследованию территорий с радиоактивными загрязнениями, комплексному обследованию населенных пунктов, которые находятся на этой территории и после обобщения этой работы мы должны принять или выполнить меру закона по пересмотру населенных пунктов, которые находятся на радиоактивных загрязненных территориях. Критерии основных это два, плотность радиоактивного загрязнения и доза война грузка. Это будет получать население, проживающие на радиоактивных загрязненных территориях. Облучение населения у нас только несколько десятков населенных пунктов попадает. Это уже в зонах отселения, в зонах отчуждения Брянской области, чуть-чуть Тульской области. По критерию плотности радиоактивного загрязнения Кюри и Выше, таких населенных пунктов сегодня на территории Российской Федерации более 4 тысячи. Объективно обследовать территорию, оценить эту обстановку и дать предложение правительству о пересмотре данного перечня. Но главное, самое главное, чтобы это было объективно, чтобы понимали, что федеральная власть не заинтересована просто так взять и убрать. А имея под собой реальные данные, обследование, и все это принять конкретные решения. А цель моя сейчас состоит в том, чтобы понять, работают ли эти группы, которые были созданы заместителям, заместителям решения губернатора того или иного субъекта Российской Федерации, в частности, Ленинградской области. Работайте, не работайте, какие проблемы есть, что нужно сделать. Мы провели совещание сегодня в правительстве Ленинградской области, слушая руководителей Росгидромета, Роспотребнадзора, Комитета природных ресурсов. От имени руководства Кингисевского района я лично позвольствую приветствовать вас в формате нашего рабочего совещания по проведению в области обследования зеленых пунктов, которые входят в Кингисевский муниципальный район и включены в перечень находящихся в границе зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Казахстанской областной станции. Кингисевский район находится на юго-западе Ленинградской области. Площадь Кингисевского района составляет 290 тысяч вектаров. Значит, два городских поселения, город Кингисев, город Ивангород, который граничит с Эстонской республикой. Ну и, соответственно, 9 сельских поселений границы муниципального района. Кингисевский район имеет морскую границу, почти 130 километров. Имеет границу государственную с Евросоюзом, с Республикой Эстония. Сообщение с Санкт-Петербургом автомобильно-дорожное. Существующий корпус круга, строящийся, продолжающийся и промышленная площадка поселения. В свое время градообразующие предприятия, в свое время жизненнообразующие предприятия, по территории которого находится много различных промышленных производств и предприятий. Около 50 тысяч человек проживает непосредственно в городе Кингисев, в столице так называемых Кингисевского района. Около 10 тысяч человек проживает в городе Ивангород. Ну и, соответственно, 20 тысяч населения, так называемого сельского населения, в полиции муниципального района. В территории 22 населенных пунктов, которые входят в зону влияния и многоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, приживает более 3 тысяч населения Муниципального района. В соответствии с федеральным законом по социальной защите граждан, подвержившись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и впоследствии вышедшим постановлением, которое утверждает населенные пункты, настоящий закон направлен на защиту прав и интересов, а также определяет государственную политику в области социальной поддержки граждан Российской Федерации. 1880 получателей мер социальной поддержки из трех бюджетов – федерального, областного, регионального и местного районного. Из них инвалидов непосредственно Чернобыльской АЭС – это 40 человек, вдов инвалидов – 22 человека, вдов участников – 12. В следствии катастрофы инвалидам, ЧАЭС, вдовам инвалидов, выплаты эти составляют от 1633 рублей до 50 200 рублей, достаточно значительные. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров, ежегодная компенсация на оздоровление, ежемесячная денежная компенсация постоянно проживающим получателям – это 966 получателей, ежемесячная денежная компенсация постоянно работающим гражданам, производится оплата ежегодного дополнительного отпуска, ежемесячная компенсация на питание с молочной кухней для детей от 3 лет, В данном случае это 94 льгота. Кто получит на дату вывода, если это за пределы зоны, и уже получив эту льготу, они будут получать ее. Последующие, те, которые, допустим, мамочки будут рожать уже на этой территории, они, конечно, получать не будут. Путь вносить также и в закон о социальной поддержке правилам вследствие, да? Да, меры срочного характера. На территории Месевского района находятся 4 таких поселения, которые там, в зоне этого есть. Месевское поселение, 4 сельских поселения. Пустосовская, Котельская и Павелия. И с 2007 года наш Центр с участием специалистов Федерального бюджетного учреждения Центра геохидинологии, раньше в Санкт-Петербурге проведено исследованием, более 2,5 тысяч исследований, содержание в дельной племости эксцезии 137 и где-то порядка 2 тысяч на полутора тысяч на содержание в фронте 90. За все годы проведения науки лампы, дельный вес троп в содержании эксцезии 137 мл. шара нормативы составил 1,830%. Картошка у нас 1,9 гр. при нормативе 800, рыба 2,1 гр. при нормативе 130, молоко норматив 100, а у нас на целых 33, на целых 31 суток. То есть значение в чем науки. То есть фактически что-то может быть так, то есть по грибам. И последнее крушение, по новой цифре, это были до 2008-2009 года. Сколько нужно съесть? Там полтонны этих грибов, чтобы что-то произошло. Даже не произошло в организме, в организме ничего не произойдет, а превысить дозовую нагрузку на организм, который определен законом. Если человек понимает, что это все ерунда, или можно съесть одну таблетку и вылечиться, а другой как раз наоборот, слыша слово радиация, или рядом находится какой-то химический завод, хотя он никакого воздействия не производит, а только было сказано слово, что возможно воздействие этого химического комбината на организм. Человек может заболеть. Поэтому я не думаю, что Сергей Геннадий не скажет, что я чего-то там выдумывал. Натратка информации по заболеваемости жителей на этих территориях. Если на этих территориях пострадавших в средстве заболевания проживает, по нашим данным, 3 319 человек, хотя данные могут не только варьировать, в зависимости от естественной миграции населения нашего. Это в четырех сельских поселениях, это услужка поселения, там у нас находится участковая больница, это четыре населенных пункта, которые попали под это забрязнение с общей численностью людей, 1940 человек, Котельская амбулатория, обслуживающая 15 населенных пунктов, попавших под обрязнение с общей численностью населения в этих деревнях. 698 человек в Нежновском поселении, 220 человек, и она служится на базе Нежновского Папа. И в Фалилейском поселении, это Фалилейский пункт, 3 населенных пункта, общая численностью 234 человека. Кроме того, в 2014 году ежегодно мы проводим выездные методы работы у нас в эти поселениях. В 2014 году выезжала наша передвижная амбулатория 19 раз в данное поселение, в данной деревне. В этом году в 4 раза выезжали флюорограф, наш передвижной. В данное поселение в прошлом году выезжало 27 раз, в этом году 8 раз. 52 умерло 48 человек, родилось 49 человек. Бюро МЦ призвано инвалидами в связи с установленной причиной связи, традиционного воздействия, в связи с данной катастрофой. 107 человек, но родились в 2014 году не за 2014 год, а это растающим итогом. Лечение амбулаторное, в последнем 406 человек, в 2014 году, в том числе 130 детей. Там будет амбулаторно 84 человека стационарно, пролечено в 2014 году. Из них детей 19. Проведенная реабилитация она не одному ребенку инвалиду по показаниям в прошлом году. Заболеваемость населения в данных населенных пунктах варьирует от 166 на 1000 населения до практически 12000 на 1000 населения. Здесь многофакторность определяет такой разбор заболеваемости. В том числе, например, закон малых цифр в статистике, когда на 5 пожилых людей приходится существовать вещество заболеваний. Да, я вынужден это сказать тоже. И, соответственно, заболеваемость высокая. Хочу сказать, какие цифры у них. Новообразование за прошлый год 42 для этих населения, которые находятся в данных пунктах. Новообразование 42, в том числе злокачественные 15. Это просто статистические данные. Болезни крови крови и плотных органов 12 за прошлый год зарегистрировано. Болезни эндокринной системы 79, из них болезни щитовидной железы, в частности, почему-то говорят, что щитовидная железа, она не патогномолична, да, для накапления реактивной оценки. То есть 11 случаев болезни щитовидной железы, из них аутоиммунных кередитов 3. Сахарной диабетой 52 выявлено вновь. Болезни нервной системы 75 случаев, болезни органов глаза придатка и его придатка 110, болезни системы кровообращения 533, из них гипертоническая болезнь 161 случаев, ишемическая болезнь 64, церебровоскулярная болезнь. Здесь вообще невозможно даже оценить воздействие радиации на, допустим, на субъекте, ну, Ленинградская область, она вообще не характерна. Взять, если Тульскую или Брянскую область, и то нельзя определить фактор воздействия на вот эти заболевания. То есть и новообразование, и тем более болезни крови, болезни кожи, амбранхит, и все это, это как бы, ну, невозможно, ни статистически, ни как по-другому выявить. У нас ведется медицинский, медико-рационно-эпидемиологический регистр, вы знаете, да, в Удминске, под наблюдением. Более, могу ошибиться, ну, по крайней мере, более полутора миллионов человек наблюдается. Есть ликвидаторов, это основная категория, которая наблюдается, и люди, которые проживают на загрязненных территориях. Так вот, нет из такой большой выборки онкологических заболеваний, причинной связи, которая бы была загрязнение, таких практически нет. 86-й год, 81-е, особенно, месяцы, дети, которые питались или листовыми овощами, и самое главное, конечно, это молоко. Мы понимаем, что идет кампания, да, по, так сказать, объективной обстановке и оценке, да, обстановке, да, должны быть проведены независимые исследования. В качестве, конечно, мы свою работу строим исключительно в этом же фарватере, и наши представители участвуют в составе областной комиссии. Главы, которые здесь присутствуют, или лица их замещающие, об этом знают, они также являются членами этой комиссии. Светлана Ивановна рассказала и о категориях тех, которые были ликвидаторами, да, и, соответственно, тех, которые непосредственно являются, так сказать, жителями этой территории, наделенной определенным социально-экономическим статусом. Будет выезжать в лаборатория, будут, значит, производиться замеры гамма-фона и производиться отбор проб. Отбор проб с следующим исследованием гамма-фона, который специально полномочен государством.